Расскажу вам сегодня две истории про неизвестные науки яды. Вот представьте себе, лето, жара, суббота, Кинишма, прелестный городок в Ивановской области. Это легко представить. А вот дальше нет, нелегко. И вот среди бела дня две женщины, одной 28 лет, другой 43, спускаются в канализационный колодец и мгновенно гибнут. Им пытаются помочь другие женщины и тоже получают тяжелейшее отравление. Как, почему и что вообще эти женщины забыли в канализации? Ответ простой, как мучание. Эти женщины заключенные. Отбывали наказание в ИК-3 Ивановской области. Там засорилась канализация и мужское начальство послало бабанек без специальной подготовки, без защиты органов дыхания чистят канализацию. Ведь бригада подготовленных слесарей. Её вызвать надо, деньги им платить, договоры составлять. А бабоньки-то дармовые, вот они. Лезь, сука, чистят канализацию. А кто будет чистить Путин? Сказано же, никто, кроме нас. В официальном сообщении в СИН сказано, что причина гибели – отравление неизвестным веществом. Простите, а какое неизвестное вещество внедрили в канализацию кинешмы диверсанты? Не иначе, как Обама с Байденом, малым наших подвезов и лифтов, где они гадят и гадят уже сколько лет. Это какое вещество в канализации вам неизвестно? И вот ещё что, спасать женщин, кинулись другие осуждённые. Ещё одна сотрудница колонии – женщина-кинолог. Они все тоже сильно пострадали. Но ни одного мужского существа в операции по спасению задействовано не было. Сейчас, конечно, возбудили уголовное дело по статье «Халатность». И даже, может, кого-нибудь сработать с ним. И осудят условно. Но не сажать же мужиков за смерть двух никому не нужных зельчиков. Ну и что, что у них остались дети, родители. Ну, зэчки же. Эта новость вообще прошла мимо основной информационной повестки. Ну какие зэчки? Когда Путин в окружении специально выдрессированных надёжных дамс с безупречными папиками в анамнезе отвечают на благонамеренные вопросы заранее записанных россиян, находясь от них на абсолютно безопасной во времени и в пространстве дистанции. Такой вот канал общения с верноподанными. Тоже, некоторым образом, канализация. Вторая история про незатравленного ЗК Навального, которым россияне, посылавшие свои вопросы Путину, совершенно не интересовались. Ну кому он вообще интересен, кроме Байдена? Ну и тот всего-то разок про него спросил. Так разок встречался с его, так сказать, альтер-эго. Простите за выражение. Тут недавно был очередной суд по Навальному. Такой проходной, но меня впечатлило. Судились насчет того, что хорошо бы перестать каждые два часа по ночам светить ЗК Навальному в лицо фонариком. А светит потому, что он состоит на учете, как склонный к побегу. Давайте, говорят адвокаты сам Навальный, доказательство, что он, добровольно вернувшийся в Россию и зная, что его ждет тюрьма, склонен теперь к побегу. Да запросто, говорят тюремщики. И в суд выходит такой весь красивый сотрудник воспитательной службы СИЗО Матросская тишина, где Навальный сидел зимой и говорит человеческим голосом. Два раза. Вот два раза он мне говорил, что он непременно сбежит. Но блин, говорит суд, это железное доказательство подготовки к побегу. Продолжайте светить фонариком. Я довольно пойму, что за неизвестное науке отравляющее вещество распыляют в тюремном ведомстве. То в канализацию запихнут, то прямо в мозг тюремному воспитателю. Хотя, раз только в тюремном. Но прямо беда с этими диверсантами. Главное теперь не терять бдительность и не поручать Навальному чистить канализацию. Прорвать же тоннель до Бомбия. Избежит Каналия. Прямо в Бомбии.